Привет! У меня утром, так как я радостный жаворонок, у меня утром есть время, которое специально выделено, зафиксировано за работой над большими текстами, книжками, лонгридами, какими-то большими, объёмными образовательными нашими материалами. И так как в Телеграме было сказано, что было бы классно, если бы показывать, как работают технологии на примере. Не просто вот у нас есть такая технология, вот у нас есть такая нейросеточка, а типа как это работает. И я подумала, что на какие-то полноценные видео, которые сняты, смонтированы, у меня не так много времени, я подумала, что какие-то фрагменты вот таких вот утренних записей я могла бы делать. То есть у нас есть видео, у нас есть разговор, у нас есть маленькие фрагменты, я смогу быстро такие штуки выпускать. Поэтому если для вас такой формат нормально подойдёт, то маякните мне лайком, комментарием, возможно подпиской. Я сделаю из этого отдельный плейлист, чтобы можно было ориентироваться именно в таких вот кухонных, мультимедийно-кухонных материалах. Вот, всё, краткое интро, а сейчас, собственно, то, что я хочу показать. Значит, я сейчас работаю над книжкой, собираю её. И, например, у меня есть такая задача. Я хочу, чтобы структура одной главы этой книжки была основана на тех навыках, которые нужны для сторителлера, для мультимедийного сторителлера, для навыки, то есть те умения, которые классно было бы мультимедийному сторителлеру в себе развивать. Значит, что есть? Я составила из своей вот экспертной головы, я составила список, составила список, и в какой-то момент я понимаю, что так как я писала его в формате мозгового штурма, мне вот там случился всё, ступор, я дальше не могу, у меня не рождается ничего. И поэтому я иду к чат GPT и говорю, значит, чувак, сейчас буду писать по-русски, хотя я просто эту работу сначала делала на английском, смотрела, как это будет работать, и вот, собственно, решила после этого с вами поделиться. Так, мы говорим, привет, доброе утро. Да, что ж такое. Э, давай. Доброе утро. Иногда так приятно, когда тебе кто-нибудь отвечает, доброе утро. Значит, у меня есть список навыков сторителлера. Структурируй их по категориям. Под уловки должны быть названы как категории. Опечатки, кстати, он понимает. О, классно. Но мне необходим ваш список навыков сторителлера, конечно же. Дорогой, налови мой список навыков. Значит, что, по идее, он делает? Он смотрит на весь этот мозговой штурм, дальше находит общее что-то объединяющее их, разбивает вот такие на кластеры и пересобирает этот мой список. Что для меня здесь важно? Я теперь вижу это не большой портянкой текста, а вижу именно по вот этим вот блокам. Это не значит, что я беру вот это Ctrl-A, Ctrl-C и переношу там в книжку или в материал. Это для меня такая помощь со структурированием. И он делает её достаточно хорошо. То есть, вы смотрите, что написание историй, драматургия, выбор формата, разбивание большой истории, работа с информацией. Тут коммуникационные некоторые интервьюшные вещи. Хорошо. Вот, наблюдение он выделяет в отдельные. Это интересно. Причём, когда в разные дни можно получить разные ответы на один и тот же вопрос с одним и тем же списком. То есть, это такой диалог с неоднозначным решением. Да, вот не одно самое правильное, как это разделить, а вот есть такие варианты. Хорошо. Дальше мы ему говорим. Предложим, какие ещё навыки важны для мультимедийного стритейлера. По два в каждую категорию выдели полужирным свои идеи. Посмотрим, как он это сделает. О-хо-хо! Способность следовать инстинктом. Ой, как интересно. Интуиция. Ну да, логика либо интуиция. Интересно было бы. Это не совсем навык, потому что навык – это всё-таки штука, которую мы тренируем. Активное слушание, да, я бы добавила. Способность к эмпатии – это не навык. Использовать, анализировать данные, да, инфографику мы добавим. Вот. Ну, то есть, у него проблема с тем, что… Давайте мы его остановим сейчас. Навык – это то, что можно натренировать. Ты часто предлагаешь характеристики и способности, которые либо даны, либо нет. Предложи только тренируемые навыки. Каждый раз так извиняется. Мне самой так неудобно, когда он извиняется. О, вот, уже интересно пошло. Значит, умение использовать качественные количественные исследования применительно к большим вот таким историям. Навыки публичного выступления, презентации – да. Забыла про это, надо будет добавить. Базы данных, да, вот, инфографическую часть я добавлю. Копирайтинг – это не совсем в мою тему, но хорошо, предложил, молодец. Какие-то базовые HTML, CSS. Скорее UX, я бы дизайнерские какие-то вещи добавила. Ну, то есть, в этом смысле это неготовый ответ. Это вторая голова, об которую ты думаешь. Ты смотришь на предложение, ты пробуешь переформулировать. Как и в любом творческом общении, когда ты разговариваешь с коллегой, сотрудником, партнёром. Вы обсуждаете, предлагаете, что-то вычёркиваете. Я очень люблю на больших листах карандашом черкать. И вот эту задачу он выполняет, когда у вас нет там свежей головы, например. Или вы можете это использовать как дополнение к свежей голове, когда вы работаете с живыми людьми. То есть, вот такой достаточно узкий функционал. То есть, у вас есть какой-то набор идей. Вы предлагаете ему структурировать, найти критерии, по которым он может их разделить. И дополнить какие-то свои идеи, на которые вы смотрите. Да, подходит, да, не подходит. Вот здесь я с тобой согласна, вот здесь не согласна. И вполне себе такая диалоговая, коммуникационная работа с Аишечкой у вас есть. Вот. Вот такое маленькое утреннее видео. Если вам такой формат заходит, ставьте лайки, ставьте комментарии. Возможно, какие-то есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я на всех площадках их отслеживаю. И не забывайте, кто еще помнит, не помнит, что у меня вышло... Как показать? У меня вышло мобильное приложение, где есть прям справочник, большой справочник 105 мультимедийных форматов. И он есть и для андроидов, и для айфончиков. Вы просто в поиске приложений пишите 105 мультимедиа, и там находите это приложение. Вот. Тут прям вот весь список того, какие разные формы, какие разные форматы бывают для рассказывания ваших историй. Все. Хорошего, продуктивного дня. Рада видеть. Пока-пока. Продолжение следует...